Смена в цеху «Славянки» в самом разгаре. Наравне с опытными работниками трудится и молодёжь. Многие здесь не новички. Уже проходили практику, так что за швейными машинками держатся уверенно. Среди молодых специалистов есть и те, кто приехал из других городов. Им предоставляют место в общежитии. Молодёжь с удовольствием пользуется такой возможностью. Именно в этом цеху я уже не первый раз. То есть здесь проходили мы практику, как преддипломную, как технологическую. То есть встретили тепло, работы много, то есть коллектив хороший. Начальство тоже хорошее, то есть приняли тепло, как свою. Были выплаты как молодому специалисту. Приятно, что государство не забывает молодых, которые становятся на свой путь. На практике здесь была полгода, и меня сюда обратно приняли, когда я уже на работу сюда устроилась. Все помогают, то есть если людям понятно, то все подойдут, помогут, объяснят. Рядом работа и общежитие рядом, то есть это комфортно. В этом году предприятие приняло по распределению 33 молодых работника. Среди них двое парней. В основном это швеи и есть спортные. Основной поставщик молодых кадров – Бобруйский государственный технологический колледж. Первые три месяца для того, чтобы молодой специалист адаптировался, мы снижаем нормы выработки. Возможность роста, конечно, есть. Все зависит от опыта, скорости молодого работника. У нас форма оплаты издельная, поэтому здесь сложно сказать точные цифры. Но в основном стараются, очень молодцы. Завод тракторных деталей и агрегатов в этом году принял 53 молодых специалиста. Из них четверо с высшим образованием. Артем Акулич окончил Бобруйский колледж. Получил образование станочника широкого профиля. Решил не останавливаться и учиться дальше. Поступил в Могилев. Теперь работает контролером. Распределение всех брали по рабочей специальности станочника, а завод ИДА мне предложил работу контролера. Профессия достаточно интересная, много всяких возможностей предоставляет. В первой неделе очень-очень хорошо помогали. То есть у меня была задача, у моего начальства была задача меня научить. Александр Киреев окончил автотранспортный колледж. В течение трех лет осваивал тонкости технической эксплуатации автомобилей. Парень получил диплом и работает в автобусном парке. Считает, что ему очень повезло. Чтобы трудоустроиться самому, чаще всего нужен опыт. Был выбор между творчеством либо технической специальностью. Я выбрал техническую специальность. Заработок куда стабильнее, чем у творчества. Работаю почти месяц. Старшие коллеги помогают, поддерживают. В качестве материальной поддержки молодой специалист получает так называемые подъемные. Благодаря распределению у выпускника сразу есть рабочее место на ближайшие два года. При желании обеих сторон работа может стать постоянной. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.